Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня хочу с вами поговорить на тему того, каким образом мы можем притягивать в свою жизнь отношения. Потому что в последнее время я вам много рассказываю о силе наших мыслей, потому что сейчас я, как вы уже знаете, являюсь автором марафона «Рерайтер жизни» и скажу вам даже больше, что я занимаюсь сейчас этим на полную, постоянно, регулярно. И, в принципе, планирую в этом деле не то чтобы задержаться, а уже полноценно реализовываться. Естественно, что у меня очень большая мотивация сейчас развиваться в этом направлении. Это страшно интересно, это круто работает, это можно ощущать на собственной жизни. И, конечно же, этим интересно делиться со своей аудиторией, со своими рерайтовцами. Ну и, собственно, я надеюсь, что каждый мой зритель на YouTube рано или поздно, но лучше рано, превратится в рерайтовцей. Итак, я вчера буквально выступала на конференции, где у меня была тема о том, каким образом привлечь в свою жизнь своего мужчину, своего партнера. Тут, по сути, не имеет значения мужчину или женщину, потому что в отношениях нам нужны и те, и другие, в зависимости от того, какого мы с вами пола. И, конечно же, существует базовая история, да, быть привлекательной, красивой, состоятельной мужчиной, можно и женщиной. Но поскольку мы идем все-таки через другую парадигму, мы идем через парадигму того, что наши мысли с вами – это реально действующая сила, и что в зависимости от того, какие мысли мы с вами отпускаем, те ситуации, обстоятельства мы притягиваем, и по факту той жизнью мы живем. То есть мы сами отвечаем за ту реальность, которая у нас есть. Все абсолютно, что происходит в нашей жизни – это как бы бумеранги от тех мыслей, которые мы отдаем. Ну, а точнее не бумеранги, а вибрации. Я вам об этом рассказывала. Если кто-то не смотрел, пересмотрите видео, но если кратко, то то, что мы думаем, это превращается в некую вибрацию, которая и притягивает к нам подобные вещи. Чем больше мы думаем о проблемах, о ссорах в отношениях, о том, что он такой козел, о том, что вот плохой, мало зарабатывает, в общем, чем больше мы унижаем своего партнера, мужчину или женщину, тем, соответственно, еще больше мы этого получаем. Если мы ему говорим, ах, ты дрянь, скотина, шиш, ты столько пьешь, то мы не удивляемся, почему же он у нас реально столько пьет. У него как бы выбора нет, он вы энергетически, и мы еще помогаем притягивать ситуацию, обстоятельства, где он еще больше начинает пить. И, соответственно, если мы с вами рассмотрим и подумаем сейчас логически о том, о каким же образом нашей жизни притянуть нормального партнера, или постараемся ответить на вопрос, почему наш партнер такой, какой есть, то мы с вами увидим, что мы сами его можем создать, и мы сами создали того, кто есть рядом с нами. Вот представьте себе. Обычно как происходит? Когда партнер наш начинает, ну, давайте о существующем партнере, когда у него что-то не так, что-то не получается, помните, мы начинаем пилить своего партнера, и только ему об этом говорить. Мужчина говорит, ты от транжира, ты тратишь все время деньги, ты сидишь вечно в своих салонах красоты, и надеется, что женщина каким-то образом поменяет свою модель, если он так будет делать. Женщина, в свою очередь, говорит, ты думаешь только о работе, то есть некое программирование, хотя по факту это просто наша вибрационная мысль, которая, как вы помните, очень четко притягивает к нам еще больше, больше и больше такого. Давайте тогда рассматривать ситуацию от обратного. А что же нам делать, чтобы у нас были классные отношения? Первое. Всегда перед тем, как мы с вами чего-то хотим, будь это отношение или что-то другое, ну, в данном случае мы говорим об отношениях, мы должны очень четко понимать и знать ответ на вопрос, а чего мы хотим. Помните, что у нас есть ретикулярно-активирующая система. Раз. В нашей голове узлы разных нервных окончаний, волокон, которые образуют ретикулярно-активирующую систему, которая отвечает у нас за то, что она фильтрует мысли в нашей голове. Она из, по-моему, 400 миллионов отбирает 2000 мыслей. Отбирает их в соответствии того, какие убеждения у нас с вами наслоились уже. Убеждения у нас рождаются из-за часто повторяющихся мыслей и, естественно, слов. То есть, когда вам говорят о том, что нормальный мужик на тебя никогда не посмотрит и повторяет это очень часто, и вы живете с этим убеждением, то как бы не стоит удивляться, что нормальный мужик на вас и не смотрит. Вы такую энергию излучаете, при которой мужчина на вас не посмотрит. Хотя вполне вероятно и, скорее всего, вы точно ничем не хуже, и у вас есть очень классные свои сильные стороны, но вы даже не верите в то, что это может быть, и это не происходит. Никаких нормальных мужиков нет. Так вот, эта ретикулярно-активирующая система, она у нас подбирает убеждения. Вернее, под эти убеждения подбирает наши реакции и мысли. Мы с вами автоматически слышим все, что касается нашего убеждения, убеждаемся в этом еще раз и излучаем снова те мысли, которые притягивают к нам снова те ситуации и обстоятельства. И для того, чтобы нам это изменить, мы должны с вами включиться и начать этим управлять. Первое, возвращаемся, объяснила, как это работает. Возвращаемся к тому, что нам необходимо определить, а какие отношения мы хотим. И очень детально проработать своего партнера. И, пожалуйста, пусть это будет не только внешность. Потому что, как помните, с лица воды не пить. Наша задача понять, какие мы хотим отношения, какие есть ценности в нашей паре, что для нас важно, какие у нас общие интересы. Это тоже очень важно. Почему это важно? Потому что люди, вне зависимости пара это или друзья, они либо притягиваются друг к другу, либо отталкиваются. Почему это происходит? Потому что у нас с вами есть энергия. Помните? И эта энергия, эти мысли, которые, что такое энергия, энергия, вибрационные какие-то моменты. Помните, что у каждой мысли есть энергия. Так вот, и у каждой мысли есть своя частота. Так вот, когда группа людей, которые объединяются по одним интересам, например, вы объединяетесь по интересам, вы друг другу нравитесь. Вам нравится ваш секс, вам нравится смотреть одни и те же фильмы, вам нравится проводить одинаковое время, вам нравится друг друга обнимать, вам нравится друг с другом разговаривать, вам нравится тусить в одни и те же местах. У вас есть общие темы для интереса. Ваши вибрации совпадают, и вам вместе интересно. Ваша энергия объединяется. Вы как два кружочка такие, которые объединились. Но вот в какой-то момент у вас прошла вот эта вот объединяющая вас сильная часть, и вы начинаете, помните, когда влюбленность проходит, и вы начинаете обнаруживать, что оказывается, он любит другую еду, ему нравятся другие фильмы, он предпочитает потусить с друзьями, они уже не столько времени проводить с вами, ему нравится рыбалка, вы ее терпеть не можете, он громко включает телевизор и так далее. И ваши энергии начинают, бум, расходиться, у вас ваша энергетика, ваши вибрации меняются, и вы начинаете пытаться это спасти, и пытаться это спасти на физическом уровне. Ну, как вы понимаете, это такая насилие идет, и поэтому люди расходятся, вот что происходит. Поэтому, когда мы с вами начинаем планировать своего партнера, мы не взяли партнера, а потом его пытаемся изменить, а мы изначально, мы же знаем, что наши мысли это реально действующая сила, которая может притянуть нам в жизнь то, что мы хотим, того, кого мы хотим. Поэтому мы в свой раз начинаем программировать, и мы первым делом вводим в нее, как и в GPS, все данные, которые нам необходимы. Помните, как там говорят, вы пойдете пешком, поедете на машине или общественным транспортом, вы выбираете, и вам прокладывается маршрут. Мало того, иногда вам дается несколько вариантов маршрута, вот это в объездной, но там лучше дорога, а это напрямую, но там будете дольше добираться, вам даются варианты. Вот то же самое происходит, в принципе, и с нашими мозгами. То есть мы с вами определяем, какого мы хотим партнера, какие отношения мы хотим, какие у нас ценности, общие интересы, как мы хотим проводить с ним время. Мы выбираем эту историю, помните, вот часто такое бывает, когда там какой-то певец или певица там с каким-то бизнесменом, вот, а потом они расходятся, но сходятся с тем человеком, который становится ее продюсером, потому что они вместе ездят на концерты, там, да, у них появляется общих сильно больше интереса. Вот вам такая объясняющая ситуация, история, сейчас мы с вами припаркуемся и продолжим писать. Так, окей, продолжаем. Соответственно, наша с вами задача, нашу раз запрограммировать, найти эту программульку, что мы хотим. Мы это сделали, первое, прекрасно. Второй момент, который нам необходимо сделать, нам необходимо с вами подумать о том, а какие у нас есть негативные программы, которые мешали нам раньше вот такого партнера привлечь. И мы можем с вами подумать, что, например, мы описали в нашей программе, что это будет красивый партнер, но мы считаем, что все красивые мужчины влюблены в себя, самовлюбленные самцы. У нас есть некое убеждение, мы можем покопаться и вспомнить, что у нас был папа страшно красивый, и мама все время об этом говорила, что он любит только себя. Мы можем вспомнить какую-то свою первую любовь, что угодно. Следующее, мы можем себе придумать, что у нас мужчина, который все время посвящает нам, партнер, простите, посвящает, никого больше другого нет. Но при этом у нас есть убеждение, что мужчины очень любят мужские компании, и для них это дороже, чем семья, опять-таки потому, что у нас есть какое-то убеждение. Поэтому для того, чтобы мы могли перепрограммировать свой мозг и привлечь в свою жизнь того партнера, который нам нужно, нам нужно разобраться со своими негативными установками и очистить их. Делается это обычно через практики. Первым делом мы эти установки обнаруживаем, вторым делом мы их разбираем в голове, то есть мы понимаем, что вот откуда все корни растут. И третье, мы с помощью аффирмаций, с помощью перепрограммирования мы накладываем другие установки и вбиваем их в свою голову путем повторения и неких практик, для того, чтобы они у нас вошли на уровень подсознания. Еще раз, на уровень подсознания у нас входят те мысли, которые мы наиболее часто повторяем. Когда вы, например, вот как я вам рассказывала, когда я говорю о том, что я не могу сесть на поперечный шпагат, потому что у меня неправильно стоят кости, и я все время всем об этом говорю, постоянно, постоянно, и я не знаю вообще, стоят у меня так кости или не стоят, я же не делала УЗИ никакое. Но знаете, как люди очень часто болезни себе тоже придумывают, вот они уверены, что у них, значит, там желчный пузырь что-то не так вырабатывает, они сами себе придумали болезнь, у меня была такая подруга, у которой язва была, у нее никогда в жизни никакой язвы не было. То есть мы любим себе что-то объяснить, и мы с этим убеждением живем, и потом оказывается, что у нас вообще ничего этого нет, вообще. И когда мы это узнаем, у нас все перестает болеть. Вот то же самое происходит и здесь. То есть нам необходимо заменить эти установки. И по сути, мы должны с вами понимать такую интересную штуку, что внешние и внутренние наши миры, они взаимосвязаны. С ними есть прямая корреляция, и это говорит о том, что мы можем с вами влиять на свой внешний мир через внутренний. Еще раз, для того, чтобы нам с вами найти партнера, нам не обязательно ходить по всем тусовкам везде, и везде пытаться с каждым познакомиться, и каждого мужчину, ну простите, я как женщина буду говорить, после секса пытаться на себе женить. Не обязательно. Нам достаточно работать регулярно со своими мыслями и утверждениями. Мы так или иначе иногда выходим с квартиры даже во время карантина, мы общаемся в интернете, мы так или иначе пересекаемся, и наш мозг с помощью своих вибраций, с помощью того, что он привлекает в нашу жизнь нужные ситуации и обстоятельства, каким-то образом происходит вот это везение, да, везение, назовем это, и чудеса, мы получаем с вами то, что нам необходимо. В очередной раз, конечно же, я понимаю, что кому-то не нравятся эти мысли, это ваше убеждение, и, конечно, в этом случае это никогда у вас не сработает. Ваш путь будет сложным, тяжелым, вы будете искать своего партнера, которого не существует, конечно же, потому что жизнь это боль. Вы сами, друзья мои, делайте этот выбор. Если вы хотите по-другому, то вы делаете другой выбор. Я сегодня в очередной раз смеялась, потому что я сейчас, опять-таки, случайно открываю разные книги, которые стояли у меня раньше, которые я там читала или забывала читать. И сейчас у меня очень активный период познания, и я везде нахожу одну и ту же информацию, написанную разными словами от абсолютно разных авторов, написанную в разные времена. А это говорит о том, что мы, к сожалению, в большинстве своем до какого-то времени спящие. Спящие, и мы не слышим, и мы не понимаем, и мы продолжаем усердно пытаться что-то делать во внешнем мире, хотя, когда мы начинаем думать немножечко хотя бы, мы прекрасно понимаем, что внешняя реальность – это просто внешняя реальность. И что все наши процессы, все, что мы умеем делать, и даже процесс самого нашего рождения – это прямое непосредственное отношение к энергии Вселенной. Это естественно, ну иначе как объяснить вообще, все это невозможно объяснить по-другому. Опять-таки, кому интересно, читайте «Силу подсознания», разбирайтесь с Джо Диспензом, много разных авторов пишет, рассказывает о квантовой физике, рассказывает о том, каким образом все это устроено. Если вам интересно, обязательно читайте. Но помните о том, что мы можем перечитать с вами миллиард литературы, и мы так любим делать, начать миллион книжек читать, говорить об этом. Но я вам могу сказать из собственного опыта, что очень многие вещи я читала и знала раньше. Некоторые я практиковала ровно до тех пор, пока не получала результат, и потом я на это забивала. Сейчас произошел такой момент очень осознанного пробуждения, когда очень стремно, потому что, как я вам говорю, оказывается, весь автопарк стоял со всеми возможностями мира у меня под домом, а я считала, что это не мое, это не имеет ко мне никакого отношения. Поэтому, если вы хотите реальных изменений в своей жизни, если действительно для вас важна тема ваших личных отношений, если для вас важна тема вашей реализации, работы, ощущения себя, то так или иначе этим нужно заниматься так же, как и своим телом. Когда однажды ты это тянешь, 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 а однажды просыпаешься и понимаешь, что тянуть больше некуда. Вот то же самое происходит и с нашим сознанием. Для меня это сейчас самая увлекательная наука, деятельность. Это страшно интересно, потому что это влияет на всю твою жизнь, потому что ты можешь управлять своей жизнью, потому что ты автоматически можешь получать абсолютно все, что ты захочешь. И это потрясающе, потому что раньше я только о таком фантастических фильмах смотрела, а сейчас оказывается, что это возможно. Поэтому мне сейчас, кстати, очень сложно записывать видео регулярно, потому что каждый день я очень много всего записываю для рерайтера жизни, для марафона, для клуба рерайтовцев очень много ежедневно. И не всегда вот сейчас я и приехала на массаж и выбрала время для того, чтобы записать видеоролик вам. Но я буду вас очень ждать. У нас 1 июня стартует новый поток рерайтера жизни. У нас будет много людей, снова много, еще, наверное, больше, чем в предыдущих двух потоках. Я вас приглашаю, потому что это действительно круто. Это действительно меняет сознание, это действительно влияет на вашу жизнь. Всех выпускников, кто был в первом потоке, я приглашаю вас в клуб рерайтовцы, потому что сейчас это вообще совершенно другое место, нежели чем то, которое я задумывала. Знаете, я могу вам сказать, что очень круто, когда ты делаешь то, что тебе страшно нравится, и то, в чем ты сам можешь развиваться. Это, наверное, ключевое отличие от того, чем я занималась в свадебном бизнесе. В свадебном бизнесе я в какой-то момент уперлась в потолок и поняла, что все, как бы, мое личное развитие остановлено. А здесь я понимаю, что это, конечно, бесконечная тема. Чем больше я откапываю, тем больше мне хочется делиться, давать, тем больше сил у меня есть от всего этого, тем больше горят глаза. И, в общем, это очень и очень увлекательно. Поэтому находите в себе время, желание на самое главное в своей жизни, на то, чтобы научиться правильно ее использовать. Очень, очень жаль мне, что я не узнала этого 10 лет раньше, я не начала этим заниматься 20 лет раньше, что я только действовала интуитивно. Конечно, когда ты понимаешь систему управления, хотя бы насколько это возможно понять, потому что, конечно, говорить о том, что я словила всю жизнь, наверное, было бы очень громко сказано, но я поймала сейчас очень многое, и это очень сильно воздействует на мою жизнь, это очень сильно воздействует на жизнь людей, которых я люблю, это очень сильно воздействует на жизни людей, которые приходят в рерайтеры. И это офигенно, ребят. Поэтому я желаю вам всем классного дня, записывайтесь на рерайтер жизни. Не забывайте, что у меня есть 5 уроков, которые я записала, они есть под видео, бесплатных. Вы можете их получить, посмотреть и тоже вдохновиться и осознать, что в какой бы сегодня ситуации вы не находились, не дай бог это разводы, это плохие личные отношения, это проблемы на работе, увольнения, это остановившийся бизнес, это не повод опускать руки, вы можете придумать и создать совсем другую реальность, вам просто нужно этого сейчас захотеть и найти смелость в это ввязаться, это более чем доступно, это более чем реально, вы просто должны в это поверить и тогда все обязательно произойдет, это я вам точно говорю, потому что я сама этот период сейчас переживаю и наслаждаюсь им и просто невероятно благодарна за то, что мои мысли в итоге привели меня к тому, что я сейчас делаю. Все, всем хорошего дня и не забудьте поставить лайк, пожалуйста.